Уникальные проекты становятся для Казанского федерального привычным делом. На этот раз в стенах университета были объединены силы иностранных, иногородних и республиканских специалистов-экологов, которые искали пути решения для довольно нашумевшей проблемы – глобальному распространению процессов антропогенного эфтрофирования водных объектов. Действительно, в последние годы мы все чаще сталкиваемся с тем, что вода в водоемах подвергается эфтрофикации. Это научный термин, который говорит о том, что вода становится загрязненной, содержит много органических веществ. Это способствует разрастанию специфических водорослей, которые выделяют в воду токсины опасные и для человека, и для животных. Кстати, данная тема для Республики Татарстан является весьма актуальной. Отметим, что массовый мор рыб и уток в 2016 году был неоднократно зафиксирован на нескольких водоемах республики. Специалисты убеждены, что причиной массовой гибели стали опасные токсины, причиной которой является гниение сине-зеленых водорослей. Однако, это не единственная проблема, с которой на сегодняшний день ведут борьбу экологи республики. Планируется, что в течение конференции будут найдены новые пути решения обострившихся ситуаций. Ситуация экологически здесь стабильная, и мы можем сейчас, на упреждение, принимать ряд мер. И вот те лучшие методики, лучшие программы, лучшие способы спасения водных объектов, мы, конечно, должны здесь услышать, и они будут полезны не только для Татарстана, но и для наших соседей. Проведение данной конференции позволяет участникам поделиться практическим опытом, совместить демонстрацию передовых технологий с обсуждением главных вопросов отрасли, сделать акцент на проблемах водных ресурсов, а также привлечь внимание общественности к проблемам экологической ситуации. Действительно, проблема загрязнения водных объектов, эфтрафирования, она очень актуальна для всего мира, поэтому не случайно мы пригласили на эту конференцию не только представителей науки Российской Федерации, но и конференцию международного характера, потому что ученые приехали со всего мира. В течение двух дней участники будут усердно искать всевозможные пути решения экологических проблем республики и предпринимать меры для снижения неблагоприятной экологической ситуации республики и за ее пределами. Работа конференции будет проходить до 19 мая, включительно. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.